Всем привет, это кофейная патруль в Алматы. Ричард Гир, Орландо Блум, Кира Найтли, Дмитрий Харатьян в фильме. Шоколада Никитка от создателей Карамельный Иван. Все дорого-богато. Есть техника, называется посмотреть с дружим столом. Все половые признаки, чтобы был со вкусом. Сейчас нам принесут полкурицы. Пахнет грустью. Мы вот вам его оставили бы, если бы в России были. О, как красиво льется, смотрите. На здоровье, ребят, чтобы все у них было хорошо. Мы вам не мешаем? То есть вы по именам, по-мужским, да? Вносит что-то интересное в жизни. Получается, тройничок. Я вслух сказал, у нас много общего. Это самое лучшее имя. Ложка? Вода. Мне кажется, она вызывает копов. Как он тут появился? Шоколада Никитка. Выгладким телом. Получается, тоже тройничок. Судьба что-то занесла. Поехали дальше. Тут нечего ловить. Юлюс, мы идем к тебе. Лисе морда? Дело во мне. Почай, камеру заводись. Всем привет, это кофейная патруль в Алматы. И сегодня мы походим по заведениям города Алматы. В частности, по кофейным. И попробуем кофе. Попробуем, расскажем, что да как. Начнем с флаз кофе. Пошли. Так, флаз кофе. Что у нас тут? Мы видим. Мэтт Уинтон. Чемпион World Brewers Cup. Мастер класс по завариванию кофе. 25 августа. Штаб-квартира флазка, пожалуйста. Прикольно. Чем мы попробуем? Вот флаз кофе. Эспрессо. Колумбия. Розовый бурбон. Уилло. У нас такой есть, они на эспрессо делают. Обалдеть. Супер. Вот заказывать. Большая, кстати, еда. И завтраки, и снеки. Все готовы за эспрессо? Да, готовы. Начнем с кофе. Я буду эспрессо. Эспрессо, я так понимаю, что можно выбрать на разном, да? К сожалению, эспрессо у нас только от Эзербурга. Сейчас пирл джем. Получается половина 50% приорфия и 50% от Бразилия. Пирл джем. Давайте его берем. И капучино. Маленькое, все маленькое. Маленькое, молоко обычное? Да, да. Нет, нет, сироп не будем. И поесть. Что стоит, вы прям попробуйте, у вас, если мы первый раз, от того, чтобы прям отвал башки. Вы же можете взять просто хрустящую курицу, то есть она просто где-то обжаренная в панировке. И, например, соус взять отдельно. Во, вот этот вариант звучит отлично. Давайте так. Какие мысли у меня? Тут должно быть все вкусно. Тут все половые признаки, чтобы все вкусно. Очень много людей, местные, все дорого-богато. Есть концепция, она протяживается. И нам этот список, по которому мы сегодня пойдем, составил Алихан, а он охеренит все лет. Поэтому думаю, что будет вкусно. Ну, я могу первый минус назвать это заведение. Мы сидим на летнике. Хотя, чтобы на летнике было по-летнему, потому что лето. А вот там конвей дует, вот здесь вот, и он прям в нас дует теплым воздухом. Вот. И это немножко, конечно, расстраивает. Но посмотрим, что принесу. Спасибо. Принесли фильтр. Давайте будем пить фильтр. Это мой первый кофе на сегодня. И я надеюсь, что он меня не расстроит. Пахт хорошо. Привет. Да, мы поделимся обратно связью. Да, спасибо. А вы сами жарите, да? Да, мы вот два месяца сами. Два месяца начали жарить, да? А где жарите? Здесь. В Алматы, да? Да, в центре города. Зачем жарите? Строхол? Килограммовый? 800. 800 грамм? Да, только для фильтра. А, только для фильтра. А на эспрессо берете? Нет, можно тоже под эспрессо. Это, получается, на Строхолде пожарили, да? На Строхолде, да. Кения и Чуге. Да. Батчи, да, батчи, да, батчи? Да, батчи берем. Да, супер. Будем пробовать. Спасибо. Хороший фильтр. Хороший фильтр. Если придираться к нему, то я бы убрал тут картон. То есть здесь прям бумажный, он такой картонный. Но он достаточно сладкий, хорошее тело. Такое сливочное. Но бумажный. Но я его допью с удовольствием, потому что он в полном порядке. Просто придирает чуть-чуть. Попробуйте. Артем за кадром рассказывал, что он пересел с кофе с молоком на черный кофе. После того, как связался, брался. Кислый для тебя? Да. Для тебя кислый, да? Кислый и не хватает чего-то такого. Для меня обычный. Обычка кислая? Кислотность выше среднего. Да. Но здесь сладость в полном порядке. Я допью. И видно, что ребята прям заморочены на кофе. Они молодцы. Стараются. Я думаю, что сейчас нам очень вкусные штуки принесут. Я вот смотрю, что людям приносят. Есть техника. Называется посмотреть за чужим столом. Я когда захожу в некоторое заведение, куда-то прохожу там, где вот, ну, там сяду где-то вон там. Я всегда смотрю на столы, что кто ест. И выцеливаю какую-то добычу. Понятно, что я возьму у них с стола. Я закажу то же самое. То же самое. Сидишь, смотришь. Люди очень аппетитно едят. И выглядят очень аппетитно. Но мы заказали полкурицы. Сейчас нам принесут полкурицы. Подача прикольная. Такая вот флаз кофе. Водичка. Газированная. Здоровья. Ложечки не дали. Поэтому я по старинке. Пахнет грустью. Ладно, беру свое словообразное. Пахнет персиком. Абрикос, блин. Абрикос, абрикос. Хороший эспрессо. Хороший эспрессо. Пытался найти, к чему придаться. Но ничего не буду говорить. Хороший эспрессо. Ладно, в конце очень сушит. Тело чуть-чуть как песочное. Но он очень сладкий. Такой фруктовый, богатый аромат. И орешки есть. Хороший эспрессо. Молодцы. Так, что у нас капучино. Идеально. Идеально капучино. Попробуем. Очень хорошая температура. И сливочный, и кофейный. Да? Да. Кайфарик. Вкусно, вкусно. Ребят, молодцы. Куфе вкусно. Ждем полкурицы. Да. Я даже допью капучино. Хотя не пью кофе с молоком. По жизни. Вот. Но я его допью. Мне понравилось. А нам принесли курицу. И мне кажется, она будет от воло башки. Вот. У меня первая ассоциация с KFC. А я в последнее время ножки там полюбил. Смотрите. Какая курица. Мать ее. А еще мы сейчас за кадром туда отходили. Познакомились с ребятами. Тоже из команды. С обжарщиком. Вот. Который здесь жарит кофе. Ребят, молодцы. Они, кажется, и Строхол здесь предоставляют. И Слеер. И представим, привозят разных чемпионов. И кофе вкусный. И курица, наверное, тоже. А вкусная она или нет, сейчас попробуем. Моя самая любимая часть у курицы – это нога. Курица в полном порядке. Курица в полном порядке. Так, шаки водные. Первое. Мы посчитались. У нас получилось 9 тысяч 20 тенге. Короче, около 2 тысяч рублей. Вторая мысль. Мы собирались уходить. Там подошли. Говорят, можно вас вороночку угостить? Как раз парень, который жарит кофе для сети. Попробуем воронку сейчас. Но могу сразу сказать, как человек, который жарит воздухом. Строхол, этот же воздушный ростер. Фильтр. Получить яркий фильтр, сочный, на воздушном ростере – задачка непростая. Фильтр и бумага увеличилась с формата А4 формата А3. Ее стало на основании больше. Еще появилась какая-то такая деткость небольшая. Не буду закрывать. И вообще еще на чай хотел оставить, а потом подумал, что нам денег поменяли. Русские на тенге. И нам не хватит, если мы везде будем по 9 платить, нам не хватит на весь кофейный патруль. Я карту российскую не принимаю, поэтому без чая, ребят. Но мы вот вам его оставили бы, если бы в России были. Это фюзма, как говорится. Воронка, да? Это колубик примитив финка. Вот это, да? Все. Это обработка? Лактик. Что это? Ферментация какая-то? Супер. Терапические фрукты. О, как красиво льется, смотрите. Давай, за здоровье, ребят. Чтобы все у них было хорошо. Как слышит, вода. Кто-то подумает. Пусть думает. Я бы написал, чай молочный улун с тропическими фруктами. И тело у него такое вот обволакивающее, сливочное. Классный кофе. Фласка, супер место. Крайне рекомендуем. Тут можно и поесть, и вкусно бахнуть кофейку. Двигаем дальше. Так, значит, нам помогает патрулировать сегодня кофейни Максим. Максим, в двух словах. Расскажи про себя. Работаю в компании уже третий год. Я являюсь как рентапасадор по сиропам. В прошлом бармен, овар. Мы вообще приехали в Алматы по приглашению ребят из компании BBS Trade. Ребята делают сиропы Барбадос. Поджаривают кофеек. Начали пройти кость машины пюрешки. Что еще добавить? Сатураторы начали изготавливать. Сатураторы. Я вчера знал, что такое сатуратор. Есть ролик про обзор их производства. Большое производство. Кому интересно, гляньте. Вот здесь будет ссылка. А мы едем дальше. В этой кофейне посоветовали заскочить в Flat. Flat, типа микро кофейня с очень вкусным кофе. Так нам про нее сказали. А так ли это, мы посмотрим. Мы добрались, значит, вот Flat. Вот стоит девушка, варит Flat. Вот такая кофейня. Написано открыто. Раз открыто, то мы заходим. Здравствуйте. Мы будем эспрессо и фильтр. В чем-то сочное, яркое, что прям вот пятки отскочили. Орландо, типа Кенни. Давайте Кенни. Мы сегодня с Кенни Кенни. Хорошо. Получается вот такая кофейня. Кто здесь у нас? Здесь у нас Ричард Гир, Орландо Блум, Кира Найтли, Дмитрий Харатиан в фильме. Как его хер здесь делать Дмитрий Харатиан? Старая шутка, но рабочая. В чем по бару? По бару у нас есть Марзока, есть Майзер, есть Витек, Сан Марко, планшет, бутыль с водой. А почему так называется заведение? Ну, вообще из-за этого, из-за этого, такой байк. Аутентичное место, могу так сказать. Я вам не мешаю. Не-не, вы нам не мешаете. Мы вам не мешаем? Нет. А почему вы приходите в эту кофейню? Нет. Вкусный кофе? А вы какой кофе пьете? Какой кофе пьете? Шоколадный Никитка. Шоколадный Никитка? Вот это да. Шоколадный Никитка от создателей Карамельный Иван. Здесь есть бар, где принимают Влада. Влада? Шрепс, Годка и все. То есть вы по именам, по-мужским, да? Ну, я, я просто вижу места, у меня странное название, у меня нет. И вы их заказываете? Да. По-моему, это вносит что-то интересное в жизнь, когда ты днем бьешь и ловлю, и ловлю, и ловлю, и ловлю, и ловлю, и ловлю. И, ладно, в смысле, замечательно, саустрим, все это, слушай, просто. Да, получается тройничок. Я вслух это сказал, что сказать, кофейня сделана из картона и, ну, в общем, очень дешево сделано все, но морзоков в баре. И интересно посмотреть, что получится за кофе. Но уже есть от гостя обратная связь про шоколадную Никитку, что с ним все в полном порядке. Опа, вот это да. Так быстро? А, это вода. Что мы уже фильтры так заварили быстро. Вас как зовут, извиняюсь? Евгений. Меня тоже, Евгений. У нас много общего. Это самое лучшее имя. Я между вами загадываю желание. Получается тоже церничок. Ложка. Вода. Да, ехать, вода. Не, не пойдет. Очень редкая кислота, некачественная. Сушь в конце. Попробуй. Что, не зашло? Водичку хочешь запить? Нас либо дезинформировали, либо не дезинформировали. Но пока что, похоже на первый вариант. Посмотрим на воронку. Девушка что-то пишет в телефоне. Мне кажется, она вызывает копов. Помол на ручной кофемолке. Короче, ждем фильтр. Ну, воронку. Мы, значит, сидим, нам тут подсвечивать кофе. Вот, говорят. Как он тут появился? Ну, он еще стоит 23-й. Достаточно не так давно был обжарен. Позиции под эспрессо. Надеюсь, ребятам он понравился. Надо было, получается, его и заказывать в эспрессо. Нам несут воронку. Это будет Кенни, да? Да. Везде очень классные чашки. Смотрите, какие. Они еще даже брендированы. Видимо, ручная работа. Разливаем. Если бы одним словом можно было этот кофе охарактеризовать, я бы назвал его спокойным. Очень спокойный, сбалансированный кофе. От Кенни обычно ждешь яркое такое, сочное. А здесь получается питкий, сладкий кофе. С гладким телом. Шоколада Никитка. С гладким телом. Но это положительный герой. А мы что? Мы двигаем дальше. В общем, эспрессо дизлайк. Воронка лайк. Это название для заведения. Берите. Так, что двигаем дальше? У нас Юлиус. И девушка говорит, что туда надо идти, да? Юлиусе говорят, хорошо. Двигаем. Так, значит, мы хотели поехать в Юлиус. А Максим говорит, надо заехать в Глорию Джинс. Купить джинсы. Не знаю, сетевая эта история или нет. Но когда я был, по-моему, в Гетчике, был кофейный патруль там, это было разочарованием. Большим. Ни воды, ни ложки. Пьянень, да. Топ-3 худших напитков, которые я когда-либо пробовал. Это редкостный. Даже без мата больше нельзя ходить. Все половые признаки есть, чтобы был вкусный. Почему? И вкусный. Посмотрим, что есть здесь. Заодно спросим, как эта Глория Джинс относится к той. И относится ли. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы будем эспрессо. А фильтр кофе есть у вас? Нету фильтра, да? Давай тогда эспрессо и капучино. Здесь у вас или с собой? Нам давайте здесь. Хорошо. В баре есть ловить эспрессо. Турмат. Кофемолка, макап. А почему Глория Джинс? Семерный сет в кофейнике. Глория Джинс. Франшиза, да? Ну, что сказать. По всем половым признакам здесь будет невкусно. Зачем нас Максим сюда потащил, непонятно. Но будем пробовать. Почему так? Потому что это кофейня полного цикла. Много еды. Тут, я думаю, зарабатывают не на кофе, а на еде. Ну, давайте попробуем. Раз нас судьба сюда занесла. Чего бы не попробовать. Так, получается, нам все принесли. У нас эспрессо и капучино. Да? Маленькие. Маленькие. Пьем. Пахнет Бразилией. Бразилия. Скорее всего, орех. Орех, орех. Кстати, неплохо приготовленный. Я думаю, что эспрессо будет хуже. Но если его можно выпить, я бы не стал его допивать. Потому что это не мой эспрессо. Но неплохо приготовленный в Бразилии. Как скажем. И капучино. В зоне нормы. Он больше... Ну, то есть, это маленький капучино. Тут очень до хера молока. Мне кажется, в чашке 250 миллилитров. И кофе тут потерялся. И он такой сливочно-сливочный. Даже со стороны кремов он тоже сливочный. Кофе здесь не чувствуется. Может быть, оно и к лучшему. Хороший уровень для такого типа заведения. Я бы сюда не пришел пить кофе. Но это норма. Для такого заведения, я думаю, это вообще хороший уровень. Учитывая то, что все такое аналоговое, без весов. Поехали дальше. Тут нечего ловить. Юлюс. Мы идем к тебе. Розыгрыш. Я пытался разыграть эфиопернат в выпуске. Патруля из Алматы. Но эту кость пока мы не завели в ассортимент. Разведем скоро. Поэтому разыграем и знаете что? Я еще в Бразилии выбираю свежий урожай кофе. Давайте разыграем Бразилию. Бразилия, мока, пипери под эспрессо. Просто отвал башки. Прям вот будет орешек, шоколад. Какао-бобы. Идеалити с капучино. Ну, в смысле, с молоком. В общем, мы разыграем этот кофе. Условия как ставили непростые. Это лайк, подписка на канал и любой комментарий к этому видео. Если вы это делаете, то через неделю в нашем телеграм-канале мы доведем итоги розыгрыша. А если вы не хотите принимать участие в розыгрыше, не азартный человек, а просто хотите попробовать наш кофе, это легко можно сделать. На Валберес, Озон, либо в нашем интернет-магазине. Внизу все ссылки. И напомню, по промокоду YouTube скидка 12%. Я пошел капить все дальше. Есть пушечная лота от Данила Барброса. Это победитель Cup of Excellence 2021 года. Вот. Заведем их в ассортимент чуть позже. Поехали. Так, мы добрались до Юлиуса. Юлиус, пожалуйста. Здравствуйте. Я буду эспрессо, фильтр и капучино. Эспрессо? Эспрессо? Эспрессо и капучино? Да. Хорошо. Давайте я уточню. У нас добавили салат. Есть сарбадоро и бурунди. Это на эспрессо? Да, на эспрессо. Сарбадоро, оно более насыщенное. Орех, шоколад. А бурунди, оно более ягодное. Вот я бурунди буду. Бурунди? Да. Это как раз у нас спешно. Спешно-зерно. Спешно-зерно. И как он в десерте, который надо попробовать у вас обязательно, иначе зря к вам зашли вообще? О, десерт. Вот, по десертам могу посоветовать в банохи. Я вот смотрю на эклеры. Эклеры у нас с добавленным кремом и подается с клубника свежая. А также я с кардинейка. Давайте я буду с клубникой и один эклер. И вот то, что вы посоветовали, вот это вот. Фанатик. Да. Капучино тоже можно выбрать на зерне, да? Да, конечно. Давайте попробуем, наоборот, капучино мы с Сальвадором. А эспрессо на бурунди. А эспрессо, да. Да. Могу ли вы уточнить, вам одинарное или... Все маленькое, все одинарное. Тоже. А почему Юлиус? Да. Юлиус почему? Треться ты назвал? Визус. Джорнесс. А с Майейн вам как-то относится? Нет, нет, совсем разные. Разные концепции. Юлиус Майейн – это обжарщики из Австралии. Они жаривают черный копик, я знаю. Из Австрии. Да, из Австрии. А мы отдельная сеть, которая подает пешлтиков. Говорит с пешлтиков. Супер. Так же у нас два вида баджи-бил. Есть эфиопия, да, и есть баджи-броза пешл, но и пятого микро-лота. Пятого микро-лота? Да. Дед, у нас баджи-бил с пешл. Можешь подсказать? Давайте эфиопию. Давайте. В любой неприятной ситуации бери эфиопию. Так, в баре у нас получается есть марзока, есть два вторых Смитаса, есть, наверное, Сан-Марко, Мак-Хернинг. Что сказать? Тут, а, стильно, играет хорошая музыка, очень заряженный бар, добродушный персонал. Все, что пока мы знаем об этом заведении. Так, нам отдают все очень быстро. Вы любите кофе? Конечно. Какой? Любой хороший сваренький, в баронке в частности. Это кого вы нарисовали, расскажите? Это Лиси-морочка. Лиси-морда? Лиси-морда. Это потому что... Дело во мне? Нет, потому что как Борис очень хотелось носить. Лиси-морда. Это есть вот эти вот пентаграммы у психолога, да. Что ты видишь? Здесь то же самое. Что ты видишь? Видишь Лиси-морду? Присмотреться, да, вот получается нос и глаза. И что там у Лиси сверху? Уши. Уши? Похоже, похоже, да. Все. Теперь вижу Лиси-морду. Как ты в кофе? Как пахнет вообще. Это заявка на лидера патруля. Это самый вкусный эспрессор, который был сегодня. Кислотно, сладко, очень сбалансированная, ягодная, ореховая. Из минусов, наверное, такое, в послевкусе подсушивает. И, может, дело во мне, конечно, у меня картон сегодня выпрыгивает. Бумага. Но это вкусно. Аромат был просто от ладошки. Так, фильтр. Это у нас было в Олге. А фильтр у нас эсёппи. Я думаю, что это эсёппи. Читаем и аромат эсёппи. Да, это то, что доктор прописал. Что они там, не знаю, называли, для меня это эргач. Это чёрный чай с бергамота, крепко заваренный. А десерт для вас были? О, да. Десерт для нас. А вы любите кофе? Да. Какой? Поликислотный, скорее. А как бы вы описали эту эсёппи? Сфансированную, которая у нас пачистая. И, наверное, больше ягод на персику. Спасибо. Ну, к абрикосам я присоединюсь, наверное. Ягод тут я не наблюдаю особо. Ну, это по мне. Но это отличный эсёппи. Я бы сказал, что это лучший фильтр за сегодня. Без привлечения. Это я бы его пил бы, допил. Фильтр на каждый день. Лисия морда чуть подразвалилась. Кажется, это какая-то низклактозная история. Мне такое не нравится молоко. Здесь хорошо приготовлено, отличный лотеар. Очень жидкое. Здесь виноват более сливочное, нежели кофейное. Нет, это не мой капучино. Самый вкусный капучино был в первом месте. Так, что, десертики? Десертики. Начнем с иклена. Блин, я думаю, что это будет вообще очень вкусно. Потому что так выглядит, а так выглядит, не может быть, невкусно. От бабушки. Мне нравится в иклере, когда он немного такой вот, знаете, поджаренный, поджаренный само тесто. Идеальный, идеальный кле. Еще и торопу. Да. Ребята, значит, что делать. Супер. Все вкусно. Самый слабый, главное, капучино. Может быть, у нас сразу пить было, может быть, в этом дело. Молоко в кофе добавили, размешали в черный кофе и вот такое капучино. По текстуре. Да, мне такое не нравится. Очень хорошо. Очень. Несмотря на то, что мне бананы, они нравятся в десертах. Я просто, что он банановый. Ребята, молодцы. Вот такой путь у с кофейной патрулью из Алматы. Мне понравилось в Юлиусе, мне понравилось во Фласке. Там было хорошо. Если вам зашел выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Помните про розыгрыш. И увидимся в следующем городе. Либо же в этом, если будет второй патруль. А он, скорее всего, будет. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok